Сегодня у меня интересная тема, где-то даже листочек. Я когда ехал сюда, у меня появилось откровение. Вы знаете, оно приходит так... Хочу передать его, поделиться с вами. Смогу, постараюсь. Давайте откроем Галатам, 3 глава. Галатам, 3 глава. Галатам идет перед Ефесянами. Да? Вчера Саша говорил так интересно на конференции. Хорошо. Галатам, 3 глава, с 1 стиха. О несмысленные галаты, кто прельстил вас, не покоряться истине. У которых истине вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Не покоряться истине. Не покоряться истине. Это только хочу знать от вас, или через дела закона вы получили духа, или через наставление вере. Так вы несмысленные, что начавши духом, теперь оканчиваете плотью. Тема моей проповеди. Начавши духом, не заканчивай плотью. Начавши духом, продолжай. Смотрите. Смотрите. Он обращается к галатам, потому что галаты, они получили духовное откровение, духовное познание Иисуса Христа. И они начали изучать Слово Божие, не читали Тору, они изучали Библию, и они вошли в законы. Закон легок, он прост, его просто понимать. Но самое сложное – понять всемогущего Бога. Вы знаете, что делал закон? Закон нас приближал к Богу. Закон нас приближает к Богу. Но Иисус Христос, Он нас настолько делает близкими, что мы становимся детьми. Мы преображаемся в тот же образ, мы становимся подобными Ему, как в самом начале было задумано. Закон только приближал к Богу. И он добр. Когда человек делает правильные вещи в своей жизни, послушайте внимательно, он будет от этого черпать благословение. Если ты делаешь правильные поступки в своей жизни, ты будешь черпать благословение. Это закон, это правильно, это хорошо. Но начавши духом, потому что не через дела закона ты здесь сегодня, и не через дела, которые ты совершал. Наоборот, в твоей жизни дела свидетельствовали о тебе, что ты другой. Что-то другое изменило твою жизнь. И я хочу поговорить об этом другом. Давайте прочтем. Это Тимофея, 2 глава, 1 Тимофея, 2 глава, 1 Тимофея, 2 глава. Ибо един посредник между Богом и людьми человек Христос Иисус. У вас так записано? Один посредник. Послушайте внимательно. Когда мы начинаем духом, продолжайте духом, потому что Дух Святой, Он будет тебя наставлять и будет учить. Есть некое слово в посреднике. Знаете, кто такой посредник? Посредник на поле, например, сражения – это арбитр, судья. Посредник в договоре каком-то – это тот, который ручается или поручитель. Посредник в других делах – это адвокат. И вы знаете, самое интересное, когда мы приходим к Богу Отцу, познать Бога Отца, который может все, который совершенный, и мы приходим другим путем, потому что мы хотим знать Его по-настоящему. Кто из вас не хочет знать Бога? Мы не можем прийти к Нему, как только через посредника. Он не будет иметь дела. Кто такой посредник? Посредник – это тот, который еще знает Его досконально. знает Его мысли, знает Его желания, знает то, что Он определил для тебя. Посредник – это тот, который может тебя наставить и научить правильно приходить к Богу. Послушайте, нету другого посредника. Это не пастырь – посредник, это не кто-то посредник, а посредник у нас. Мне нравится это слово – Иисус Христос. И мы должны научиться приходить через Иисуса Христа. Послушайте, когда ты стоишь на суде, тебе адвокат говорит – молчи, ничего не говори. С кем ты имеешь отношение? Библия говорит, что Бог, Он усматривает в нас нечистоту. Если бы мы самые чистые пришли перед Ним, ангелах Он видит нечистоту. Они закрывают крыльями своими свое тело, потому что Бог велик, всемогущ. И мы не можем прийти к Богу, как только в Иисусе Христе. И некоторые сегодня пытаются рассказывать, что Бог меня уже очистил через Иисуса Христа. Но послушай, молчи. Только через Иисуса Христа ты имеешь сегодня совершенный доступ. Ты имеешь тот доступ, который открывает перед тобой все возможности. И все, кто и проповедует сегодня что-то другое, вы знаете, дела закона или исполнение законных вещей, они проповедуют правильно. О, закон добр. Потому что поступая по определенным правилам закона, ты будешь черпать определенные вещи от Бога. Но это только приближает тебя к Богу, но оно не дает тебе знать Бога. Знание Бога открывается через Иисуса Христа. Отец открылся нам в Иисусе Христе. И вы знаете, некоторым сегодня нужно просто узнать своего посредника. Снова вернуться в состояние посредничества. Потому что мы настолько уже велики стали, что мы как сын. Слушайте, я нуждаюсь сегодня в адвокате. Я нуждаюсь сегодня в посреднике. Я нуждаюсь в том, чтобы он наставил меня, научил. Почему, начавши духом, ты заканчиваешь плотью? Потому что плоть думает, что она настолько велика, что она достигла уже Бога. Гордость предшествует падению. И человек гордый, он может говорить о себе, он думает о себе, он думает, что он достиг уже Бога. И он знает о Боге уже все. Он достиг всего познания. Но послушайте, я вам секрет расскажу. Никто не знает Бога, кроме Иисуса Христа. Существующего в недре отчима. Он был от начала. Отец открылся нам через Иисуса Христа. Давайте откроем. Это Иоанна. Послушайте, давайте откроем. Вы знаете, нам надо налаживать отношения с Богом. Некоторым надо наладить правильное отношение. И у некоторых сегодня сформировалось неправильное отношение. Знаете почему? Потому что отношения, которые у вас, они настроены по закону, по правилам. Но Бог, Он открывается нам сегодня через Иисуса Христа. Иоанна, первая глава. Иоанна ли от Иоанна. Девятый стих. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Почему его мир не познал? Не захотел узнать. Вы знаете, проблема и причина, почему люди сегодня не хотят узнавать Бога, потому что они сами умные. Мы решили так, кому мы будем кланяться. У нас крестик, и мы знаем Бога. Крест не спасает, слушайте, икона тоже. Ни что-то святое, ни правила твои, ни исполнение обрядов не спасает. Знание Иисуса Христа. Познайте истину, и истина сделает вас свободным. Послушай внимательно. Начавши плотью, начавши духом, не заканчивай плотью. Потому что так легко перевести все на плоть. Потому что есть вещи, которым мы начинаем поклоняться, начинаем служить, вместо того, чтобы исполнить его волю. Смотрите, дальше он говорит. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришествия им, свои его не приняли. Он ожидает нашего принятия. Послушайте внимательно. Принявши Бога, почему-то мы удаляемся от Него. По какой причине? Не грех разделяет. Некоторые говорят, о грех. Послушайте, не хотели галаты грешить. Они, наоборот, хотели не грешить. А знание, познание, и есть вещи, которые удаляют тебя от Иисуса Христа, что ты знаешь и определил для себя. Вернись обратно. Скажи своему соседу, вернись. Нам надо вернуться во Христа Иисуса, потому что поклонники должны поклоняться в Духе истине. И мы знаем, что поклонение, которое Он ожидает от нас, это во Христе Иисусе. Мы не можем прийти к Богу, как только через Иисуса. Мы не можем решить с Ним какой-то вопрос, как только через Иисуса. Если я прихожу и говорю, папа, дай мне, Он говорит, так, ты не знаешь, как надо ко мне приходить. Есть путь, истина и твоя жизнь, через которую нужно проходить. Вы знаете, Павел, он понял сразу, и он говорит, для меня жизнь Христосом и смерть приобретение. Я не расстанусь со Христом даже там, потому что Он воскрес из мертвых. Почему, веря в Иисуса Христа, ты имеешь доступ, доступ неограниченным возможностям Божьим? Потому что Он пришел Духом, пришел через Дух, и Он засвидетельствовал о Боге, который есть Дух, которого никто не видел и не видит. Кто-то встречается с Ним во снах, наяву, но послушайте, есть Иисус Христос, который пришел, пришел на эту землю и засвидетельствовал о Нем. Который был от начала. И смотрите дальше. Который не от крови, а тем, которые приняли Его. Послушайте. Принявшим Его Он дал быть. Право, силу. Смотрите. Верующим во имя дал власть быть. Кто мне дал власть? Еще раз. У меня есть власть. Имея эту власть, я не отрекаюсь от того, который дал эту власть, потому что тот, который дал, он остался. И я вам хочу сказать, эта власть дана мне Иисусом Христом. И через Него мы имеем доступ к той благодати. Через Иисуса Христа. И я хочу сказать, о каком Иисусе я проповедую. Иисус, который умер на кресте и забрал мои грехи, и в третий день воскрес и был засвидетельствован многими. О Боге, который пришел во плоти. О человеке, который явился для нас. И вы знаете, самое интересное. Он говорит, не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Как я рождаюсь от Бога? В духе. Через Иисуса Христа. Кто меня родил? Христос. Кем я рожден? Иисусом Христом. О, меня родила церковь свидетелей последнего дня. Да нет. Предпоследнего. Еще какого-то дня. А, я вот родился в церкви такой-то. Да нет, ты там не рождался. Значит, ты умрешь вместе с этой церковью. Вы знаете, что земля и все дела на ней сгорят. Но то, что будет пребывать вечно, это Слово Божье и то, что Он определил. Слово Божье и то, что Он определил. Послушайте, един посредник. Еще раз скажу. У меня должен быть посредник в моих делах, в моих отношениях с Богом. Если у тебя нет посредника, и ты забыл о своем посреднике. Послушай, когда у меня проблема, я бегу к адвокату. Я что-то наделал, я бегу к посреднику. Правда? Кто из вас это делает? Посредник это специалист в том или ином деле. Правда? Который может решить твои проблемы. Кто из вас понимает это? У кого из вас нету проблем? Вы совершенные тогда? У вас все классно. Но пока я живу на этой земле, я нуждаюсь в нем, как в том, который решает мою проблему, который разрешает мою проблему. И я вам хочу сказать, это проблема с моим здоровьем, это с моим обучением, это с моей семьей. Он посредник во всех отношениях, потому что я знаю, что Он все устроит. И поэтому я прошу, Отец, во имя Иисуса Христа, ты посредник. Бог сказал, хочет меня благословить, но я знаю, что есть некоторые вещи, которые я не заслуживаю. И кто из вас заслуживает? Может сказать сто процентов, я заслужил это. Я ходил перед Богом один раз и говорил, за что ты меня, Бог, любишь? Наверное, из-за того, что я такой хороший, добрый, красивый, умный. И в один прекрасный момент Бог мне говорит, посмотри на себя, кто ты такой и что ты такой. И я понимаю, что меня не за что любить. И то, что Он меня любит, и то, что Он ко мне относится, это только по одному, что я принял этого посредника. И это Иисус Христос, ибо так возлюбил мир Бог, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И если я сегодня отрекаюсь от посредника, если я сегодня не понимаю этого посредника, если я не принимаю его слово, я все знаю, но я вгоняю многие вещи вновь, я не принимаю, я, начавши духом, заканчиваю плотью. Знаешь, почему духом? Потому что мне открыл, открыл Бог и Иисуса Христа Духом Святым. Деяния апостолов, если вы почитаете, Иисус предупреждает своих учеников в первой главе «Не отлучайтесь от Иерусалима», потому что Дух Святой будет свидетельствовать вас. Мы думаем, что мы такие герои, мы такие свидетельствующие об Иисусе Христе, и Бог касается людей. Они просто не понимают, и мы не понимаем, что Дух Святой в нас, Он побуждает свидетельствовать, потому что мы свидетели, что Дух Святой и Отец, и Иисус Христос, они открываются сегодня этим людям. И люди, они видят нас, они смотрят на нас, что-то в них есть ненормальное. Они любят, когда не надо. Они радостные, когда все плохо. Некоторые, знаете, такие я стою, начавши Духом, заканчивают плотью. И я вам хочу сказать, плоть, она когда требует чего-то, она настаивает на чем-то, она будет тебя вести в определенные вещи. Она, ты должен идти туда, делать это, что ты не хочешь, что тебе нежелательно. Дух Святой, вы помните, когда вы пришли первый раз в церковь, вам захотелось здесь остаться? Да? Кто из вас понимает, о чем я говорю? Потому что Дух Святой, Он говорил вам, слушай, тебе нужно здесь быть, это твое место. начавши Духом, не заканчивая плотью. Потому что ты поумнел, ты стал героем, ты стал самым-самым сильным, ты же уже Сын Божий, тебе не нужен уже другой, кроме тебя самого. Гордость предшествует падению. Вы знаете, дьявол часто, он обманывает нас, и он говорит, слушай, мы имеем этот Дух внутри, начаток Духа, но силу уже потеряли, силу отвергли. А сила в чем? Давайте прочтем. Которая не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились, и Слово стало плотью, и обитало с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Мы видели славу Божью, мы видели ту славу, которая приготовлена для нас. Вы знаете, часто я понимаю, я прихожу в церковь, и я говорю, здесь Божье присутствие, здесь Божья слава, здесь Божье помазание, и она приготовлена для меня. Эта слава дана мне. И если я, начавши духом, заканчиваю плотью, я не могу иметь эту славу. Смотрите, галаты, они достигли чего-то, они достигли определенных познаний, но они закончили плотью. Они начали обрезываться. Они начали исполнять закон. Они начали исполнять те вещи, которые Бог не требовал от них. Знаете, что Он требовал? Придите ко мне через Иисуса Христа. Мы рассудим с вами. Придите ко мне через посредника. Вы спрашивали у меня? Вы можете общаться со мной? И вы знаете, когда я читаю Деяния апостолов, Дух ясно говорил церквям. Почему? Что? Дух перестал говорить? Люди перестали слышать? Или не захотели слышать? Скорее всего, не захотели. Правда? Мне кажется, что некоторые, которые настолько достигли уже всего, они не хотят слышать. Мы все знаем. Что ты учишь нас? Что ты рассказываешь? Давайте откроем еще раз галатам. Арбитр, судья и тот, кто накладывал... Как налал... Слово налаживает отношения. Примиритель, да? Налаживает отношения с Богом. Задам вопрос. Тещи моей нет? Хорошо. Мы с женой поругались. Это такой пример. Ну, мы не ругаемся, у нас нету. И теща выступает примирителем. Я не хочу с ней разговаривать, я говорю. Тещу я еще потерплю. Но теща любит ее. Я тещу уважаю, потому что она много сделала, много... И я слушаю ее. Я слушаю ее. И у меня по мере... Библия говорит, меняется отношение. Вы знаете, интересная вещь, что... Я раньше не понимал, почему Иисус ходатайствует за святых. Потому что его ходатайство не закончилось о нас. Посредничество его не закончилось. Отношения настолько были утеряны, что нам надо всегда ходатай Нового Завета. Если ты думаешь, что ты уже не имеешь его, что ты перестал иметь его в своей жизни, остановись. Еврейством, шалом, шаббат. Это не самое главное. А знаешь ли Иисуса Христа? Познал ли ты Его? А если познал, то почему снова возвращаешься в то, что не привело тебя к жизни? Нет, неплохо, конечно. Неплохо многие вещи делать. Послушайте. Но очень важно и важнее всего... Не отреться от Него, как от ходатай Нового Завета. Галатам, давайте откроем еще раз. Мне нравятся галаты. Почему? Потому что они несмысленные. Я тоже такой же. Бывает, возвращаюсь в некоторые вещи. Хочется делать так. Почему они не делают? О, хочу такой пример рассказать. Послушайте. Ну, да. А теща уже рассказала. Она примирила нас. Все нормально, все хорошо. Другой пример. Вы знаете, дьявол-обманщик. Он всегда обманывает. Как он пытается сделать между нами пропасть. Он говорит, слушай, посмотри, он не так на тебя смотрит. Он не так тебе делает. Знаешь, он видит царинку. Любовь, она не видит ничего. Когда мы любим, мы не видим недостатки. Вот когда мы любим своих детей, да пускай он самый ужасный, я все равно буду его любить. Правда же? Мама не отречется от своего. Настоящая мама. И папа тоже. Нормальный. Вы знаете, когда мы осознаем это, но дьявол, он делает определенные вещи. Он сеет раздор. Он говорит, одну семечку сказал. Ой, ну я думаю, что это не так. И вы знаете, ты начинаешь видеть. Сначала ты начинаешь замечать. Почему я против литературы, которая... Есть книги о любви, несбыточной, которые любят женщины читать особенно. Романы. И они хотят в мужьях видеть вот эти вот... И когда они смотрят на своего мужа, он герой этого романа, еще и негативной стороны смотрят, ужас. За кого я вышла замуж? А когда мужчины читают и смотрят, на ком я женился. Слушайте, поэтому я не люблю обсуждать женщин, я не люблю обсуждать мужчин, я не люблю обсуждать вообще кого-то. Мы не должны судить, потому что если ты судишь человека, у тебя что-то рождается. Неправильное представление, видение его. И дьявол, он делает так, чтобы кто-то сделал тебе больно. В одном мгновении. Делает так, чтобы кто-то сделал тебе больно. И как правило, это близкие люди. Твои братья, сестры. Они делают тебе больно. И у тебя рождаются к ним, что? Неправильное, негативное отношение. И ты не можешь с ним уже... Ты уже смотришь через это. Но послушайте внимательно. Если у тебя есть посредник, и когда ты знаешь об Иисусе Христе, как о посреднике, который умер на кресте за тебя, за твои поступки, ты смотришь на брата своего через Иисуса, он не изменится, брат может. Он не станет другим. Но ты смотришь на него, и Иисус умер за него. И он ходатай... Я думал раньше, честно говоря, что посредник нужен только между... Но... И он нужен нам в взаимоотношениях. Когда я смотрю на брата своего или на сестру с недостатками и вижу Иисуса Христа, он не изменится. Она не изменится. Но я смотрю на Иисуса Христа. Помните, что он на кресте сказал? Они его били. Они на него плевали. Бросали на него, что попало. И вы знаете, он сказал, прости им, ибо не знают. Ты имеешь такого посредника, который может тебя изменить. Изменить твое мышление. Библия говорит о том, что мы становимся похожими на Него, подобными Богу, когда мы смотрим через Иисуса Христа на все обстоятельства. Твои отношения налаживаются с другими людьми, когда у тебя есть настоящий посредник. Я проповедую о посреднике. Я говорю об Иисусе, который может сделать тебя способным воспринимать этот мир по-новому, по-другому, потому что ты всех уже ненавидишь. У вас было такое состояние? Все плохие, все с недостатками. Этот делает так, этот не делает так. Ой, ему надо меняться. Тебе нужен посредник. Тебе нужен посредник. Я помню, когда я пришел в церковь, мне все равно, какие были верующие вокруг меня. Я потом их начал замечать. Начавши духом, заканчиваю. О, послушайте, ну, ладно, мы знаем психологию, влюбленность, любовь там и так далее, но послушайте, когда ты влюбляешься, тебе все равно, она прекрасна. Да? Или он прекрасен. Через два года, три года, через четыре, некоторых через двадцать лет, это такое летучилось. Что-то изменилось. Но послушай, если у тебя есть посредник в твоих отношениях между мужем и женой, между теми людьми, которые связали себя, знаешь что? Всякий дом устрояет, но все устроил кем-либо, устрояется кем-либо, но устроивший все есть Господь. Послушайте, этот посредник нужен нам и в взаимоотношениях, в наших взаимоотношениях. Он не просто пришел в этот мир для того, чтобы нам было. Закон не является посредником. Знаете, что в законе написано? Око за око. Если она изменила тебе, разводись. А посредник говорит, люби. Кто разведется со своей женой, тот дает еще повод прелюбодействовать. А, слушай, посредник говорит другое. Понимаете, о чем я говорю? Иисус, Он вне закона, Он тот, Который выше всего. Он говорит, слушай, если ты хочешь прийти к Отцу, ты должен стать лучше. как я становлюсь лучше через посредник. Я советую с Ним. Чудный, дивный советник. Я спрашиваю Него и говорю, Отец, что мне делать во имя Иисуса Христа? О, иди к Иисусу. И я, Иисус, что мне делать? Ну ты знаешь, тебе надо полюби. Я ж полюбил, я изменил все. И вы знаете, взаимоотношения начинают налаживаться в твоей жизни, когда ты осознаешь, взираешь на начальника и совершителя веры. Потому что Он дал власть кому? Верующим быть сынами? Послушай, начавши духом, не заканчивай плотью, потому что в духе Он говорит совсем другое. Потому что Он был посредником между тобой и им. И Он хочет быть посредником в этом мире. Чтобы этот мир стал для тебя другим. И ты знаешь, мне хорошо и здесь. нахожу доброе и здесь, и там, и везде. Почему? Потому что я знаю, в кого я уверовал. Когда ты живешь согласно духа, по духу, ты по духу будешь поступать. Ты не будешь негативно относиться к людям. Ты не будешь ненавидеть людей. Ты не будешь судить людей. посредник. Помните, блудницу привели к Иисусу Христу. Мне нравится. Они привели его как к судье, арбитру, посреднику между законом и что он сказал? Кто из вас без греха? Первый брось камень. Мне нравится это. Но они были обличаемы совестью и ушли. У нас бы верующие сейчас забросали, потому что у нас все безгрешные. У нас же Иисус Христос всех простил. Да? Мы свободны от греха. И я вам хочу сказать, послушайте, если ты начавши духом заканчиваешь плотью, перестань. Твоя христианская жизнь становится обыденной, ну обычной, ничего нового там нету. Но Бог говорит, все творю все новое. Я ожидаю этих новых отношений с Ним в молитвенной жизни, в поклонении, в прославлении. И вы знаете, когда я это понимаю? Когда я нуждаюсь в этом посреднике. Помните, как богач и грешник, да, молились, да, мытарь. Мытарь бил себя в грудь и говорил, Боже, прости меня. Я человек грешный. А богач говорил, видишь, какой я крутой. Десять дину даю, все у меня, ну все нормально. Я и не такой, как он. Он даже превознесся. Послушайте, мы можем сказать, что мы не такие, ну как все. Есть такое выражение, я грешу как все. Послушай, но Бог не имеет отношения со всеми. и оправдание приходит, когда ты перед ним стоишь и говоришь за себя, за свои поступки, за свою жизнь. Аллилуйя. Давайте еще галатам. Я хотел так прочитать это. Дела плоти. Мне нравятся дела плоти. Отчего Бог меня избрал? начавши духом, заканчиваем плотью. Смотрите, как только я забываю своего посредника, плоть начинает во мне восставать прелюбодеянием, блудом, нечистотой, непотребством. Послушайте, еще раз, Бог избавил меня от этого через посредника, через Иисуса Христа. И снова, если плоть восстает в моей жизни, значит, беги снова туда. Дочитаю. Ненависть, кого ты ненавидишь уже? О, ну, может, не убивал. Пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде. Предварял, что поступающие так, царство Божьего не наследует. Плод же Духа. И посредник дает этот плод через посредника. Дух Святой тоже посредник, вы знаете? Иисус посредник, но Дух Святой посредник, чтобы мы имели полную связь с Ним. И вы знаете, самое интересное дальше, любовь. Кто из вас хочет находиться в этом состоянии? Всех любить? Классно, аллилуйя. Смотри, не отвлекайся от того, что Бог дал тебе. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Уношь нас в веру, Господи! Тебе посредник нужен, дорогой. Тебе нужен тот, который дал уже эту веру в полноте. тебе просто нужен Он. Кротость. И вот здесь вот интересная вещь, воздержание. Слушай внимательно. Когда ты думаешь о Нем, мне нравится, как вчера брат рассказывал и говорит, я был молодым, учился в библейском колледже, и нас посадили, поселили в женский, как это, общежитие женское, женское общежитие. И его все время там пытались соблазнить кто-то и так далее. Он говорит, я как тот Иосиф молился и говорил, Господи, дай хоть голым убегу. Потому что а? Быстрые ноги, да, да, молился. дай мне быстрые ноги. Я вам хочу сказать, некоторым надо правильное понимание. Есть вещи, с которыми я не справлюсь. Есть вещи, которые я не справлюсь. Но если в моей жизни есть посредник, он дает мне силу бежать от греха. Он есть силу дает бежать и воздерживаться от того, что может привести меня ко греху. И вы знаете, я знаю то, что Бог смотрит за нашей ситуацией, в которой мы находимся сейчас, в данный момент. Он смотрит посекундно, поминутно, где вы спите, где вы встаете, куда вы находитесь. И не надо много, слушай внимательно, посредник Бог, Он все знает. Не заканчивай плотью. Ты должен просто прийти к Нему и принять Его, потому что они, что сделали, не приняли Его. Пришел свет, который просвещает всякую тьму, и мир через него начал быть. Но они, сделали, более возлюбили тьму, они не приняли Его. Знаете почему? Потому что они все знают. Они все в курсе. Плод же Духа, любовь, скажи вместе со мной, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, послушание, кротость, это полное послушание Богу. во всех делах. Я пытаюсь, так, братья должны слушаться, слушаться, и мы по плоти пытаемся их заставить слушаться. Послушайте, если Христос им откроется по-настоящему, они будут такие кроткие, но некоторым Христос так тяжело открывается, что хочется, Господь, я прошу тебя, с молниями прийди туда скротостью, воздержание, на таковых нет закона. Снова скажу, един, посредник, между Богом и людьми, один, человек, Иисус, Христос. мы можем сегодня прийти к Нему и принять Его, чтобы этот посредник начал работать в нас, в нашем сердце. Каким образом? Просто принятие происходит через веру. Я скажу, Господь, прости меня, я осознаю, что я грешник. Я прихожу к тебе, и я принимаю то, что ты умер за меня. Принятие Иисуса Христа как посредник в свою жизнь. О, мы нуждаемся сегодня. Некоторые забыли, что Он посредник. Некоторым надо вернуться. Но я не о вас говорю, некоторым надо покаяться, потому что вы живете уже как по плоти. Ваша жизнь полна необычных вещей, необычных дел, необычных поступков, потому что вы забыли о посреднике. Давайте встанем. Если ты услышал что-то для себя, можешь помахать мне. Аллилуйя, слава Богу. А теперь задам вопрос. Если ты нуждаешься сегодня в молитве покаяния и в принятии Иисуса Христа и Иисусом Христом тебя, тебе нужно что-то сделать, сделать первый шаг. Покаяться. Без покаяния не бывает прощения. Что такое покаяние? Это признание, что я грешник, и я нуждаюсь в этом адвокате. Мне не надо платить ему. Мне надо просто прийти к нему и сказать, я нуждаюсь в тебе, Иисус. Я не знаю, как жить дальше. Я хочу научиться этого. Я хочу изменить свою жизнь. Но тебе нужно покаяние. Покаяние, оно всегда приходит как свидетельство перед многими. Тебе надо засвидетельствовать, что ты желаешь это. Оно приходит при свидетеле. если ты желаешь, я буду молиться вместе с тобой. Подними свою руку. Слава Богу, слава Богу. Выходите сюда, выходите сюда. Не бойтесь. Становитесь здесь. Вам придется повторить вместе со мной молитву покаяния. Вы знаете это? Повторяйте вместе со мной. Закройте глаза свои перед Богом. Вы молитесь сейчас перед Богом. Господь Иисус, я верю, что ты умер за меня, за мой грех. И я прошу тебя, прости меня, измени мою жизнь. Я нуждаюсь тебе, Иисус. Я верю, что ты умер и воскрес. Я благодарю тебя за то, что ты принимаешь меня. отец во имя Иисуса Христа. Измени меня, помоги мне. Я нуждаюсь тебе, и я благодарю тебя за то, что ты принимаешь меня. Аминь. Если вы молились от сердца, Бог простил вам все, вам нужен этот посредник постоянно. Вам нужно ходить с ним, общаться с ним. Вам нужно читать Евангелие. У нас есть подарки для вас, у нас есть Евангелие, сейчас принесу, да? И вам надо читать Слово Божие. Почему? Потому что это Слово, оно свидетельствует о Иисусе Христе, о том посреднике, который вам по-настоящему нужен. Вам не нужен я, честно. Вам не нужен там, не, пастырь нужен, и служители нужны, и церковь нужна, все нужно. Но для того, чтобы прийти к Богу, вам не нужно это. Вам нужно в первую очередь посредник Иисус Христос. Мы просто помощники. Мы помогаем, мы собираем опосредника Димы. Аминь. Христос.